От трёх до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Здравствуйте все, Евгений Иванович, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, сейчас у нас час милитариста. Вот как сейчас выйдет в эфир Ходорёнок и будет у него пятый аргумент. Веский, неоспоримый и решающий прямой наводкой. Михаил Михайлович, с нами ли вы? Добрый день, конечно, с вами. Куда же я без вас, Евгений Иванович? Куда же я без вас, Сергей? Светлое будущее, мало ли как. Я, конечно, понимаю, что коммунизма мы уже не получим. Восьмидесятый год прошёл, а дальше его уже никто не обещал. Ну, может, хотя бы тёмное прошлое построим, если светлое будущее не получилось. Всяко бывает. Ну, как говорил поэт по этому поводу, каждому, каждому в лучшее верится. Падает, падает ядерный фугас. Точно, точно. Вот это, кстати говоря, очень хорошая, добрая старая песня была. У нас в институте её пели. Итак, час милитариста. Глубоких и искренних пацифистов большая просьба уйти от глубых экранов. Людей с повышенной политкорректностью, честно говоря, в ближайшие два часа можно отдохнуть, потому что здесь происходит ужасное, здесь используют слова по назначению и совершенно не влияет мнение фан-клуба или кого угодно из трёхнутых на всю голову федераций, занимающихся этим бредом. Итак, первый час. Михаил Михайлович Ходоренко. Вначале, поскольку уже было сказано слово ядерный фугас, мы и поговорим о применении ядерного оружия. Тем более, совершенно, совсем недавно российский генеральный штаб обозначил условия, при котором оно будет применено. И поэтому мы вот немножко порассуждаем на эту тему. Генштаб в лице начальника главного оперативного управления сказал, что есть, ну, по крайней мере, три условия применения России ядерного оружия, в том числе и стратегического. Первое, это, конечно, в случае применения противником ядерного оружия по нашей территории, объектом вооружённых сил и страны. Второй момент, это, когда противник применяет оружие массового поражения, в том числе и не ядерного характера. И, наконец, третье условие, при котором может быть применено ядерное оружие, это, когда в ходе военных действий создалась, ну, непосредственная угроза самому существованию российского государства. В общем-то, всё логично. Первыми мы его не собираемся применять. Но если вот возникнут угрозы подобного характера и уровня, конечно, ядерное оружие будет применено. И несколько слов, собственно говоря, о том, как это происходит практически. Попытаемся объяснить на пальцах, вот как может быть осуществлён переход к применению ядерного оружия. Порой некоторыми, в том числе и политиками, иногда достаточно высокого уровня, озвучиваются такие мнения, что где-то есть какая-то таинственная ядерная красная кнопка, и при нажатии которой там взлетит тысяча ракет. Но на самом деле никакой кнопки нет, поскольку вообще-то ядерное оружие, оно очень разнообразно, вот по своим, скажем так, номенклатуре. Во-первых, это непосредственно, например, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования. Это первое. Второе, баллистические ракеты подводных лодок. И, наконец, есть, например, ядерные бомбы свободного падения в дальней авиации, стратегические крылаты воздушного базирования с ядерными боевыми частями. Очень большая номенклатура ядерного припаса в военно-морском флоте. И там самые разнообразные крылатые ракеты и торпеды. И в инженерных войсках, к примеру, ядерные мины. И, наконец, есть даже ведь артиллерийские снаряды ядерные. Это к системам, например, к пушкам 2С7 калибра 203 мм, к минометам 240 мм калибра типа «Тюльпан». И даже, например, к гаубицам типа 2С3, 2С19 и ко всем прочим это снаряды 152 мм калибра. Вот такая обширная номенклатура ядерных боеприпасов. И, ну, я еще не упомянул ракетные, а оперативные тактические и тактические ракетные комплексы сухопутных войск. В общем, короче говоря, банальная фраза. Ядерного оружия много. И сказать вот так, чтобы, например, Верховный главнокомандующий нажал кнопку и что-то полетело. А как же в этом случае, к примеру, те же самые артерийские снаряды с ядерной начинкой? Кто там будет дергать за шнур? Или, например, баллистические ракеты подводных лоток даже. Поэтому ядерное оружие применяется следующим образом. Во-первых, президент принимает решение Верховный главнокомандующий о применении ядерного оружия. И в вооруженные силы поступает соответствующий сигнал о том, что применение ядерного оружия разрешено. И поступает еще, самое главное, команда на разблокировку ядерных боеприпасов. Или, как любят говорить военные, специальных боеприпасов. У нас в свое время говорили оружие правительства. И, собственно говоря, я как человек, у которого в свое время были ядерные боеприпасы, это можно было получить очень большие неприятности из-за нарушения условий, например, их хранения, ненадлежащего ухода, охраны и так далее. Ну, представляете, например, партийное взыскание, в котором будет записано «За преступно-халатные отношения к сохранению оружия правительства». Но после этого хоть выходи, стреляйся или решайся. А там, например, могли быть не то, чтобы какие-то там действительно преступно-халатные действия, а не взыхлённая контрольно-следовая полоса, неисправность в системе охраны сигнализации. Или там, например, на спецмашинах, например, не сделаны какие-то действия, предусмотренные регламентом. Вот. Собственно говоря, а кто... Не помыта, что ли, спецмашина? Ну, дело в том, что для транспортировки различных видов ядерных боеприпасов применяются самые различные, вот, как колёсные, так и гусеничные машины. И некоторые из них изготавливаются, ну, в специальном варианте. Вот, например, транспортно-заряжающая машина для буксировки, например, полуприцепа с ракетой, с термоядерной боевой частью. Она там изготавливается, ну, именно вот для транспортировки этой ракеты. Там электрооборудование немного другое, и некоторые другие там технические характеристики, которые позволяют ракете содержаться, например, на транспортно-заряжающей машине в условиях, ну, в которых оговорены техническими характеристиками техническими. Вот. То есть они изготавливаются в специальном варианте. Есть, например, инструкция по эксплуатации, там всё это обозначено. Но как вот президент принимает решение? Президент, например, министр обороны, начальник генерального штаба, поскольку только у трёх вот этих лиц есть так называемые ядерные чемоданчики. Ну, мы будем говорить в первую очередь о верховном главнокомандующем. Ему поступает информация о том, что, например, противник начинает массированный ракетно-ядерный удар. Об этом ему сообщает система предупреждения о ракетном нападении, что осуществлён, например, взлёт межконтинентальных баллистических ракет, баллистические ракеты подводных лодок. Причём эта информация поступает к нему с весьма высокой степенью вероятности. То есть говорить о том, что этот сигнал может быть ошибочным, ну, просто не приходится, потому что всё построено таким образом, чтобы вот переспрашивать, а это правда, а это неправда, а может это ошибка техническая. Вот времени уже нет. А сколько времени вообще? Долетят когда? Вот если запустили. Предположим, с самой дальней дистанции. С самой дальней дистанции? С самой дальней дистанции. Это с ракетных бастом в Северный Дакоте, к примеру, на территории США. Это порядка 25-30 минут. Вот так полётное время межконтинентальной баллистической ракеты. Ну, время ещё есть, успокоили. Да, опять-таки. Но тут могут быть разные варианты. Если баллистические ракеты подводных лодок могут произвести пуск, например, из районов несения боевых служб, это время может быть гораздо короче. Вот в своё время, например, размещение ракет средней дальности на европейском континенте, ну, вызвало большую озабоченность руководства нашей страны, поскольку, ну, подлёдное время сокращалось буквально до нескольких минут, и время там на обсуждение, на принятие какого-то решения, ну, вообще практически не оставалось. Эта ситуация, кстати, может и повториться. Но когда, например, президенту поступила вот информация о начале массированной ракетно-ядерного удара, естественно, поступает сигнал, разрешающий применение ядерного оружия, и посылается сигнал о разблокировке ядерных боевых частей. Поскольку это делается для того, чтобы вот в мирное время, например, все ядерные боеприпасы заблокированы. Это, собственно говоря, применяется как у нас в стране, так и в странах, в других государствах, обладающих ядерным оружием. Ну, почему? Потому что, чтобы не произошло несанкционированного применения... Ну да, валенок кинули на пульт и стирай с карты Африку, грубо говоря, по анекдоту второму. Ну, там, вообще-то, достаточно сложная процедура. Не-не, но анекдот был проще, но там же нельзя процедуру описывать. Ну, примерно так, чтобы не было ошибки. Да, это с участием командиров, там всех степеней делается. Например, к ракете подключается кодоблокировочное устройство, вводится искомая комбинация цифр, загорается транспарант, блокировка снята, и после этого только можно применять ядерный боеприпас по назначению. То есть, делается это максимально для того, чтобы исключить несанкционированное применение ядерного оружия. Потому что, ну, всякие ситуации могут быть. Ну, а после того, как блокировка снята, уже можно применять ядерное оружие по назначению. И тут уже каждый командир, в ведении которого находится ядерное оружие, применяет его по своему усмотрению. Ну, например, командир корабля в дальней бомбардировочной авиации, например, ну, он сам там решает, когда там, например, произвести запуск крылатой ракеты воздушного базирования. Или же, например, там расчет оперативно-тактического ракетного комплекса, расчет зенитно-ракетного комплекса, где имеются ядерные боевые части. Уже командиры принимают самостоятельное решение. Вот на конкретный пуск, на конкретный выстрел, если это касается ствольной артиллерии и минометов, ну, вот таким образом примерно осуществляется применение ядерного оружия. Конечно, лучше, чтобы до этого дела никогда не дошло, поскольку последствия могут быть катастрофические. А вообще, в прежние времена, вот в прежние времена, в прежние времена, вот к лицам, у которых было в распоряжении ядерного оружия, ну, я не могу сказать, чтобы доверия было больше, но было как-то вот, как-то было существенно проще. Лица были не те. Ну, вот, в частности, говоря о себе, вот когда был капитаном, командиром подразделения, у меня были ракеты с ядерными боевыми частями. Ну, вот они хранились в ангаре там, который запирался двумя обычными, самыми такими амбарными замками. Один ключ был у меня, как у командира, другой ключ был у начальника хранилища, старшего лейтенанта. Никаких не было там контрольно-следовых полос в свое время, сложных систем охраны, сигнализации. Более того, ядерное оружие было не заблокировано, оно было полностью готово к боевому применению. Ну, конечно, у нас ни у кого не было и мысли там применять его по назначению. Так это у нас не было. А сейчас так черт его знает. А сейчас черт его знает. Ну, и в значительной степени в настоящее время ядерное оружие из войска изъято, за исключением тех, кто вот, ну, стратегических ядерных сил, которые несут боевое дежурство, ну, со полностью снаряженными изделиями. То есть это вообще-то для чего все это делается, вот эти заявления российского генерального штаба? Опять-таки, чтобы подчеркнуть, что вот у нас есть подобная решимость в случае, если создадутся вот такие, ну, просто фатальные угрозы для национальной безопасности, для существования нашего государства, да не только государства, но и народа в целом. То есть мы в этом случае колебаться не будем. Я просто помню свои некоторые разговоры на эту тему с руководством. Ну, как правило, для того, чтобы было четкое ощущение у людей, которые по нам могут вдарить, что, ежели чего, им точно не уцелеть. Грубо говоря. Вот как-то так именно так и ставят. Тогда и никто, и вдарять-то не будет, потому что если вам вот такой уверенности нет, а есть понимание того, что да ладно, эти ребята не будут свое применять никогда, чего бы у них там не было. Вот не будут, и все, не важно по каким причинам. Ну, все, хана. А то вот много рассуждений вот по поводу разного рода кнопок, например. Иногда, особенно когда политологи и политруки там соберутся говорить, например, о противоракетной обороне, о противоракетной обороне. И, например, начинают рассуждать там особо важное значение имеет вопрос, в чьих руках находится кнопка там на запуск противоракет в противоракетном комплексе, а там вообще никакой кнопки нет. Ну, люди воспринимают так. А почему там никакой кнопки нет? Потому что там есть, вот, например, в системах противоракетной обороны, которые, кстати говоря, тоже комплектуются специальными боевыми частями, ну, будем говорить, как военные, там есть вот, когда система переведена в боевой режим, в боевой цикл, и, собственно говоря, он начинается, то пуск ракеты осуществляет вычислительный комплекс противоракеты. И если система переведена вот в боевой цикл системы противоракетной обороны, то вот, например, в прежних системах, ну, я думаю, это сделано и в нынешних, была такая команда, которая блокировала все возможные тумблеры, кнопки, переключатели, чтобы, если боевой цикл пошел, боевой цикл пошел, чтобы вот лица боевого расчета уже не могли вмешаться вот в боевой цикл, потому что там, ну, счет идет не то, что на секунды, там счет идет на микросекунды. И вмешательство человека-оператора, тем более, который там подвержен разного рода психологическим воздействиям, уже на этом этапе как-то не совсем актуально. Поэтому вот, когда говорят о красных кнопках, там, синих, там, серобуромалиновых, так и хочется сказать, что, товарищи, ну, разберитесь с существом вопроса. Так, может, они не могут? Топуска нет или еще что? Кнопки, конечно, есть, кнопки, конечно, есть, но они не те, как вы себе их представляете. Мне так и хочется им сказать в этом плане. Ну, Михаил Михайлович, на всех вы же все равно вас не хватит. Раздражающий фактор, согласен. А чтобы понять, чтобы понять, что такое, например, выстрел, выстрел, скажем, из 240-мм миномета «Тюльпан», мины, оснащенные специальной боевой частью, ну, вот, к примеру, взрыв в Бейруте. Вот это равносильно взрыву одной мины. Вот одна мина произведет только, а мина-то там не одна, снаряд-то там не один. Вот представляете, если последует вот серия таких взрывов, а этот миномет достаточно скорострельный, вот один миномет только может таких бед понатворить, что мало никому не покажется. Еще раз говорю, что, ну, вот, все же познается в сравнении. Вот взрыв в Бейруте, ну, примерно по своему воздействию фугасному, равен подрыву одной 240-мм мины миномета «Тюльпан». Вот так как-то оно выглядит. Вы имеете в виду обычную мину или как? Или ядерную? Со спецбоеприпасом, то есть ядерным. Ну, все-таки не обычную, а я уж так представил себе. Нет, обычная, конечно, она там... Не до такой степени. Потому что полбейрута разнесло. Да, да. Вот это, еще раз говорю, это только один спецбоеприпас, который применяется в артиллерийском орудии или миномете. Но можно себе тогда представить, как будут выглядеть остальные спецбоеприпасы. И, переходя к следующему вопросу нашего часто-милитариста, вот мы о какой проблеме поговорим. Ну, вот иногда затеваются и создаются какие-то военные блоки, военные союзы. И сразу возникает вопрос, а вот насколько, собственно говоря, они могут быть эффективны в совершенно конкретных условиях введения боевых действий. И когда говорят, что существует, например, такой-то блок или такой-то блок или такой-то военный союз, то главный вопрос, на который вот мы должны ответить при рассмотрении эффективности этого блока, это кто кому и по каким вопросам подчинен. Потому что в любом деле, в любом деле, коренной вопрос, вот коренной вопрос, это всегда вопрос о власти. Ну, если говорить о реальной войне, то, например, ливийская операция блока НАТО показала, что как-то там это очень-очень кисло насчет взаимослаживания, подчиненности, и при том, что это был противник, который, в общем, практически и не отбивался. Дело в том, что, опять-таки, какие существуют градации подчиненности в вооруженных силах практически любого государства. Потому что, опять-таки, если мы говорим о том, кто кому и подчиненный под каким вопросом, то, вероятно, что существуют какие-то градации этой подчиненности. Так вот, эти градации выглядят следующим образом. Первое. Непосредственно подчиненные. Вот непосредственно подчиненные, это когда командир является, Будем говорить просто, коротко и ясно, как говорится на пальцах и своими словами. То есть это когда командир является царем, богом и воинским начальником для той части соединения, объединения, которая ему подчинена. То есть он может снимать начальников, назначать начальников, командиров, применять это соединение по своему усмотрению, по своим планам. И короче говоря, как говорится, такова будет моя воля. И вот это называется непосредственно подчиненный. Непосредственно подчиненный, такая степень подчиненности в основном характерна для национальных вооруженных сил. Далее вот есть такая характеристика подчиненности, как оперативно подчиненные. То есть, это могут быть соединения части, подразделения, объединения, которые подчинены для выполнения какой-то определенной оперативной задачи. Но в то же время командир, которым подчинены они, он не вмешивается в внутреннюю жизнь, не имеет права снимать, назначать, переставлять руководящие кадры, вмешиваться в их внутреннюю административно-хозяйственную жизнь только для выполнения боевых и оперативных задач. На учениях, что ли, каких-то? Не понял. Ну, вот учения какие-то или что? Как эта ситуация возникает? Нет, нет. Эта ситуация, поскольку мы говорили о создании военных союзов и блоков, вот она, например, характерна для НАТО. Там есть, например, Верховный Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Есть. Во-первых, есть Главнокомандующий, правильно? Во-вторых, есть штаб объединенный. А все силы и средства стран-участников НАТО подчинены ему оперативно. То есть он может ставить боевые задачи, отправлять оперативные директивы, управлять им в ходе боевых действий. Ну, это, хотя вот только что было сказано, что в ливийской кампании там вроде как и недостаточно эффективно проявила себя структура. Но, тем не менее, по своей сути, концептуально она работоспособна. Почему? Потому что есть Главнокомандующий, есть штаб, есть объединенная система связи и есть оперативно подчиненные силы и средства. А если убили командира, условно говоря, во время военной операции, кто назначает его преемника? Национальное руководство? Если эта часть оперативно подчинена, то за кадровые вопросы отвечает национальное руководство. Но, опять-таки, никогда не бывает так, чтобы какая-нибудь часть соединения осталась без командира. Потому что, если есть командир, то у него есть и заместители. И в случае... То есть, автоматически эта замена происходит? Автоматически становится управлять частью соединения заместителем. Начальник штаба, в конце концов. А заместителей бывает часто и не один. Поэтому вот этот вопрос, он не так остро стоит. Скажем так только, что если, например, вооруженные силы, скажем, какого-то государства в рамках блока НАТО оперативно подчинены часть из них верховному главнокомандующему, то за расстановку руководящих кадров отвечает Министерство обороны той стороны, к которому в этой части силы, средства и относятся. Новости. ТВ новости. А потом вернемся. От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Вот мы и вернулись в эфир. У нас идет чест милитаристов. И с нами Михаил Михайлович Ходоренок. Михаил Михайлович, возвращаю вам слово с чувством искреннего и глубокого удовлетворения. Как говорили в далекие советские времена. Мы еще не упомянули о двух степенях подчинения. Это есть такая степень подчинения, как приданные, и такая степень, как поддерживающие. Что значит приданные? Ну и на период с какой-то вполне конкретной даты, часа, минуты, например, такому-то командиру в помощь выделяется, например, такое-то количество сил и средств. Например, для взятия города Великошумска, командующему 7-й гвардейской армией, на период с 1 по 3 сентября выделяется, например, 9-й танковый корпус. Вот это приданные. А сразу можно вопрос? Вы не успели взять Великошумск к назначенной дате. У вас идут бои. Что делают приданные части? Сваливают? Все отбывает. Отбывает. Да вы ладно. А бои же идут. Да, а если не сумел взять Великошумск к назначенному времени, то он, наверное, будет и отстраненный командир, которому было подчинено это важное дело. Есть еще такое понятие, как поддерживающие. Поддерживающие, это, например, командир работает над выполнением какой-то боевой задачи, а ему оговаривается, что такое-то соединение, например, 7-й гвардейский артерийский корпус прорыва или 18-я воздушная армия на период выполнения боевой задачи поддержит его в пределах какого-то ресурса, скажем, 5-ти полковых вылетов или одного боевого комплекта. Вот это называется поддерживающие. Я почему так об этом подробно рассказываю? Потому что когда вот оценивается эффективность какого-нибудь военного блока, союза, коалиционной группировки войск, то в первую очередь надо вот задавать эти вопросы. Кто, кому, по каким вопросам подчинен? Если в этой структуре нет, например, верховного главнокомандующего, нет объединенного штаба, если там никто никому не подчинен, а все организовано на каких-то взаимных объятиях, уверениях в дружбе, заклинаниях, брудершафтах, то, видимо, этот военный блок представляет собой какую-то эфемерную организацию. Ой, я в Афганистане на натовцев смотрел, как они принимали решение. Это была просто катастрофа. Все только после конкретных совещаний по конкретному вопросу. То есть это с такой медлительностью шло и с такой бюрократией. Ужас летящий на крыльях ночи. Почему этот вопрос вообще такой болезненный, сам по своей природе? Потому что что значит, хотя бы вот оперативно подчинен? Будем рассуждать о вооруженных силах другого, например, государства, которые в рамках военного блока или союза подчинены какому-то главнокомандующему оперативу. То есть он ставит, он отдает боевые приказы от командующих, он там подписывает оперативные директивы. А что такое поставить боевую задачу? Это, ну, заведомо послать людей на смерть. Тебя нагнули и погнали. Да, обязательно будут убиты, обязательно будут ранены, обязательно будут утраты вооружения и военной техники. И если эта воинская часть принадлежит другому государству, то, естественно, они очень болезненно их будут воспринимать. А потом тебе в твоем парламенте немножко... Да. Да. И вот если обратиться, например, к опыту, ну, скажем, хотя бы Первой мировой войны, то вот даже англичане и французы, которые действовали, ну, собственно говоря, на одном фронте, они об учреждении поста главнокомандующего, какого-то штаба и какой-то степени подчиненности договорились только чуть ли не к 1918 году. На заключительном этапе уже Первой мировой войны. А американцы, которые прибыли для ведения боевых действий в Европу, в Первую мировую войну, они вообще сказали от имени, от лица генерала Перцинга, что дайте нам полосу действий, мы там будем, займем ее, будем там действовать, командовать и управляться сами. Разве что только с координацией, с какой-то координацией, с общим командованием и все. То есть, американцы так и не подчинили свои войска ни оперативно, ни там в какой-то другой форме, вот, командованию вооруженных сил, вот, Антанты на заключительном этапе Первой мировой войны. Это очень болезненный вопрос. И вот за счетом этого горького опыта во Вторую мировую войну западные союзники действовали уже гораздо осмотрительнее. И вот если нет ответа, вот, нет ответа на эти ясные и простые вопросы, я еще раз повторю, что если кто-то говорит, что где-то какие-то есть союзники, где-то какие-то образовались военные блоки. Ну да, это любимая фраза Николая Васильевича Злобина, у нас столько союзников. Да. Ну вот, опять-таки, если это не приняло какие-то стройные организационные формы, если там не назначили, вот, опять-таки, что значит вот основать любую организацию? Любую организацию. Это первое. Первое. Утвердить схему управления. Правильно? Кто там является начальником, кто подчиненным, кто кем руководит и по каким вопросам. Первое. Схема управления. Второе. Штатно-должностной расчет. Вот если это, опять-таки, типа, покажите схему управления, покажите штатно-должностной расчет, а кто у вас командир, а кто у вас там, по каким вопросам кому подчинен. Да нет у нас тут только уверения в дружбе и готовность действовать совместно. Ну, по сути, вот по факту, это полная ерунда. И как сказал один товарищ, что если военный блок не предназначен для немедленного вступления в войну, то есть если вот эти вопросы там не решены ясно, окончательно, бесповоротно, без всяких двойных толкований, то он аморален по своей сути. Вот это надо иметь в виду, когда мы рассматриваем эффективность того или иного военного союза. Вот я это с этой точки зрения рассказываю. Ну, вы, кстати, немножко успокоили. А то смотришь на карту, господи, сколько у них там в этом блоке. А все не так плохо. Теперь, вот у нас часто, когда анализируется возможность конфликта между какими-то странами, государством, течении этого конфликта, возможный исход этого конфликта, что чаще всего анализируется многими нашими военными экспертами, представителями, так сказать, нашего экспертного сообщества. Начинают, например, анализировать, сколько у той и другой стороны танков, сколько там авиации, сколько орудий и минометов, сколько дивизий. Ну, чисто количественно, что могут. Да. Мне это, знаете, вот ситуацию иногда напоминает, что вот люди пытаются объяснить, как работает двигатель внутреннего сгорания, но никто не знает, как открыть капот вообще. И вообще, что там находится под этим капотом. Вот когда говорят, что вот у них на вооружении там столько-то самолетов, а у этих столько-то вертолетов. Вот это, конечно, имеет... А каких самолетов? А какой летный состав? А обстрелян, не обстрелян? Господи, прости. Вот, Евгений Яныч, вы, как всегда, вот опережаете изложение. Командное мышление в нас воспитывали на уровне взвода средних танков. Что в этом плане самое главное? Учесть степень профессиональной подготовки офицерского корпуса и младшего командного состава. Потому что вот если вот это не отвечает, так сказать, требованию времени, то никакие вам танки не помогут. Это первый момент. Потому что вот, ну, в тех же арабо-израильских войнах, например, превосходство арабской стороны над государством Израиль, ну, было иногда не то, что в разы. На порядок. На порядок. Тем не менее, в ходе ведения военных действий ни в одном конфликте, ни в одном конфликте арабской стороной была, не была решена ни одна вот оперативно-стратегическая задача. А потери тоже примерно 10 к 1, а то и больше. Да, я уж помню. Поэтому количество вот боевой техники, оно, конечно, важно, но оно не всегда определяет ход и исход военных действий. Особенно вот это касается, когда рассматривают течение военного конфликта на, например, территории, ну, скажем так, некоторых государств СНГ. К примеру, там очень большие проблемы с качеством офицерского корпуса у многих наших бывших братских союзных республик. Почему? Потому что, ну, вот невозможно, поскольку он раньше не существовал в той или иной степени, то вот, например, совершенно невозможно директивными методами назначить там командиров дивизий, корпусов и командующих армий. Вот в свое время, когда Петр I создавал регулярную армию, а, как известно, наш великий император отличался глубиной ума и основательностью подхода вот к решению, ко многим вопросам, вот, ну, не было офицерских кадров. Почему приглашали иностранцев? Потому что нельзя назначить указом каким-то своим человеком, например, командующей армией. Это выращивание национальных кадров, это долгий, кропотливый процесс, где даже вот недостатки передаются по наследству, присущие тем или иным слоям командования. Даже недостатки по наследству передаются. И иногда выкорчивать их это требует, ну, просто титанических усилий. Поэтому вот танки, конечно, количество их важно, но качество офицерского состава, качество младшего командного состава, степень их профессионализма, вот это одно из важнейших условий успеха. И в то же время вот встают и такие вопросы. Ну, хорошо, например, подготовили определенное количество офицерского состава, есть определенное количество боевой и другой техники. Но дело в том, что когда начнутся военные действия, военные действия неизбежно будут потери. Иногда очень большие, очень большие. В тех же самых арабо-израильских войнах, там, за считанные дни на поле боя оставалось там тысячи подбитых и сожженных танков. А надо прямо сказать, что запас вооружения и военной техники у многих стран, ну, относительно невелик. Это первое. Второе, нет собственной военной промышленности. И, собственно говоря, как восполнять утраты личного состава вооружения и военной техники. Вот как, например, офицер убит, ранен, заболел. Вот в свое время об этом многие даже и не знают. Что в годы Великой Отечественной войны существовали, например, во фронтах, армиях, отдельные полки резерва офицерского состава и отдельные батальоны резерва офицерского состава. То есть, ну, во фронте, например, полк резерва офицерского состава. Там нет никого, кроме офицеров. И они, естественно, ни в каких боевых действиях не участвуют. Они просто организационно состоят в этом полку. Например, при введении боевых действий там убит командир полка. И с полка резерва офицерского состава на его замену мгновенно поступает человек, подготовленный для введения боевых действий на этом уровне. Так же самое в армии, например, батальон. А у многих же и, собственно говоря, страны и даже подхода к этому нет никакого. И это же касается вот качества и призываемого личного состава. Потому что потери неизбежно будут и каким-то это дело же надо как-то компенсировать. А если все это не предусмотрено? А если нет резерва вооружения? Не то, что нет резерва вооружения и военной техники. Так как военной промышленности у многих нет. Вот как эту проблему многие собираются решать? Вот ясных ответов нет. Поэтому, когда анализируются тактико-технические характеристики реактивных систем залпового огня, это, конечно, важно. Но это далеко не то, что позволит той или иной стороне одержать верх вооруженной борьбе. Но не механически не работают тут плюс-минус два лаптя по карте. Посчитали, у кого что больше, ага, ты выиграл. Вот так не бывает. Вот так не бывает. А если война затянется? А она вот, как правило, имеет. Вот в Первую мировую войну даже кайзер Вильгерем Второй, что говорил своим бойцам, отправляющимся на фронт? Не успеют упасть осенью листья, как вы будете уже дома. А что вышло на практике? А кто 22 июня думал, что война затянется на долгих 1418 дней и вооруженные силы придется призывать 39 миллионов человек? Тоже ж, наверное, никто не думал. Да, тогда думали о том, как бы только не поддаться на провокацию, как сейчас помню знаменитый приказ. А кто полагает, сейчас говорит, а вот таких войн не будет, а вот сейчас будут спецназ, а вот сейчас будут действовать там хорошо подготовленные. Опять-таки, вот начинаются дурацкие разговоры о совершенно вредном термине обсуждения так называемой массовой мобилизационной армии, что на ее замену должна прийти профессиональная армия. Ну, мы же все списываем с американцев. Если у них так, значит, у нас обязательно должно быть так же. А заодно и Минфин денег подсократит. Мечта его вечная. Поэтому, опять-таки, в мирное время невозможно содержать вооруженные силы, но полностью готовые к какой-то масштабной реагиальной войне. Почему? Потому что, ну, нет необходимости во многих категориях личного состава, которые вот потребуются на войне. Ну, например, потребуется на войне банно-прачечный поезд, к примеру. Так что его в мирное время бы и готовым содержать. Если сейчас проще белье постирать в какой-нибудь гражданской прачечной по договору. Ну вот, а на войне где это прачечное будет, где это будет соединение, где это будет, как это все будет осуществляться практически. Вот над этими, когда говорят, типа, мы полностью откажемся от мобилизационных мероприятий, перейдем к супер, там, пупер профессиональной армии. У нас мы все вопросы решим. Ну, пиар это хороший дает, слушайте. Все вопросы решим одним спецназом. Вот тут как-то в этом месте я начинаю сильно сомневаться. Нет, ну, израильтяне, вторая ливанская война. Мы все решим, как американцы нас учили авиацией. Ага, ага. Я сразу вспоминаю «17 мгновений весны» и роль Николая Гринько, где он играет гитлеровского генерала, и беседу с ним Штирлица в «Вагоне поезда». Эти идиоты думают, что они смогут выиграть войну одними бомбардировками. Припоминаете эту фразу германского генерала? Как же ее не помню. Нет, там историческая была, на самом деле, и очень ядовитая беседа. Ну, что теперь поделать? При этом, Михаил Михайлович, ну, ведь Сирия та же самая. Вроде ограниченная военная операция, ВКСовцы, спецчасти. Ну, она столько дала для понимания того, что работает, что не работает, категорически не работает. Поэтому вот как-то зарекаться категорически, что вот это будет именно так, да пока не разразится невозможная война, невозможно предположить вот некоторые параметры, характеристики ее ведения. И вот что тут самое главное, вот что тут самое главное, чтобы вот руководство национального военного ведомства, вот министр обороны, начальник генерального штаба, начальник генерального штаба вообще должен быть пророком. Этому не научишься ни в какой академии. Ну, это или есть, или нет. Да, с этим надо родиться, что вот он, например, еще никто не знает, а он, к примеру, да, вот я предполагаю, что характер будущего вооруженного противоборства сложится именно таким образом, и в этих целях нам необходимо сформировать, развернуть, передислоцировать, создать. Чуйка! Еще к каждому фронту отдельно, с каждым конкретным противником отдельно, не бывает же ничего типового. Да, поэтому вот, опять-таки, а эти качества, ну нет, ну, конечно, систематическое военное образование, тем более многоступенчатое, опыт прохождения службы, это имеет опыт участия в боевых действиях, это имеет, ну, необычайно важное значение, но, тем не менее, вот без дара предвидения тут никак не обойтись, никак не обойтись. Ну, тут ведь, понимаете, опыт торговли мебелью даже в масштабах такого города, как Санкт-Петербург, явно не помогал. Ну, так в том-то и дело, в том-то и дело. Пятидневную войну это было так видно, ой, как было видно, ну, что делать, действительно. Выводы вроде тогда сделали, не очень понятно, надолго ли? Опять-таки, опять-таки, наша общая задача, наша общая задача, ну, как сказал поэт, что чувство доброе я лирой пробуждал, а нам все-таки необходимо говорить о том, что какие вот подходы, подходы вот к этому делу разумные надо все-таки проявлять. И это ведь, вот эти знания, они не должны быть каким-то вот уделом какой-то узкой группы даже в вооруженных силах. Это должен быть, собственно говоря, общий подход и общее мнение. И пропагандировать, чем мы и занимаемся, собственно говоря. И именно эти идеи надо пропагандировать и, прошу прощения, внедрять их, так сказать, в массовое сознание. Ну, вот опять-таки, вот именно так на этот вопрос надо смотреть. Вы занимаетесь внедрением в общественное сознание еретического постулата о том, что во всех вещах нужна профессиональная подготовка и целый ряд качеств, которые не имеются у людей, у которых единственный плюс – это то, что они профессиональные, эффективные менеджеры, то есть все на свете могут распилить. А вот это, конечно, ужасно. Это просто катастрофа. Потому что, когда за дело берется эффективный менеджер, все кончается просто катастрофой. Причем всегда, везде и во всем. Это да. Ну, тем не менее, куда мы от них денемся? Вот они, некоторые данные нам в ощущениях. Вы же не можете издать приказ там по стране. В случае начала боевых действий расстрелять всех эффективных менеджеров или обезвредить их другим способом в первые же 20 минут конфликта. Ну, не можете. Я бы, наверное, все-таки ограничился такой фразой. От занимаемых должностей освободить, назначить втрафную роту Кавказского фронта с поднижением и пусть искупит вину в первой же атаке с деревянной винтовкой, с деревянным штыком. Ну, вот, наверное, вот так аналогичнее будет. Да уж, с саперной лопаткой я бы все-таки дал заточенную, но боюсь, что не захотят. Самолеты эскадрами в Швейцарию полетят вместе с менеджерами, женами эффективных менеджеров, собачками эффективных менеджеров и, честно, украденными миллиардами. У нас сейчас осталось, ну, секунд 35. Михаил Михайлович, карман у нас такая. На самом деле, я очень благодарен вам за этот эфир. Он важен и очень интересен. Час милитариста. Мы встретимся на этих волнах вскоре. Да и с Михаилом Михайловичем мы вскоре встретимся. Огромное вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова